Чтобы прийти на день открытых дверей в Саровский физико-технический институт, ребятам нужно было зарегистрироваться на сайте и выбрать удобное для них время. Мероприятие для городских школьников прошло в новом формате. Ребята разбились на группы по 10-15 человек и посетили различные аудитории, познакомились с преподавателями и деканами факультетов, а также могли задать все интересующие вопросы. Также ребята сегодня могут узнать, как к нам поступить, встретиться с ответственным секретарем приемной комиссии, которые расскажут им все, что касается поступления в наш ВУЗ. Это и какие ЕГЭ нужно сдавать, и на сколько баллов нужно сдать ЕГЭ, чтобы учиться в нашем ВУЗе. Ребята узнают направление подготовки, специальности. Школьники встретились и с руководством ВУЗа. Анна Геннадьевна Сироткина побеседовала с ребятами о поступлении, рассказала про факультеты ВУЗа, спортивную и культурную жизнь института, а также о дальнейших перспективах по трудоустройству. Учитывая приемную кампанию прошлого года, она проходила тоже в очень непростой ситуации ковидной. Тем не менее, нам удалось закрыть контрольные цифры приема, это 153. Мы взяли 18 дополнительных бюджетных мест и 29 человек набрали на платной основе. Всего мы набрали 200 человек. При обычном наборе 120-130 человек. Только физика и никакой магии. На факультете доузовской подготовки будущие студенты смогли увидеть различные физические явления. Преподаватель показал интересные опыты, которые можно объяснить только с помощью науки. Много опытов было по механике, то есть это сила трения. Далее показал по электричеству, момент инерции, гироскоп. То, что они встречают в жизни, может быть, довольно-таки часто, но не знают объяснения этим явлениям. В заключительной части мероприятия школьники встретились со студентами с РФТИ в актовом зале за чашкой чая. Активисты вуза рассказали ребятам о студенческой жизни и направлениях работы студсовета. Это вуз нашего родного города. Этот вуз находится, можно сказать, рядом с моим домом. И здесь есть огромные возможности и шансы пойти потом на работу в МИФ. Хочу узнать, как вообще организована здесь учеба, какие экзамены лучше сдавать, на какие баллы, чтобы с вероятностью 100% сюда поступить. Потому что другие вузы я даже не выбираю. В апреле в Саровском физико-техническом институте пройдет день открытых дверей для иногородних школьников. Им покажут вуз, проведут экскурсию по городу и новому общежитию. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.